Уважаемые коллеги, я, слушая ваши два вопроса, решил немножко изменить начало своего доклада. Почему? Потому что мой молодой коллега немножко ушел в другую сторону, в другую ипостась. Хочу напомнить, вот сегодня на лекции Европейской школы по меланоме коллега из Милана показал роли места изолирно-орегионарной перфузии конечностей. Так вот изолирно-орегионарной перфузии конечностей при меланоме, равно как и при саркоме, занимает очень маленькое место и в дизайне исследования большого формата, скажем так, он занимает где-то порядка 5% из всех методов лечения меланом. То есть вот ответ на вопрос. Что касается второго вашего вопроса в отношении перспективных, да, но мы должны учесть, что изолирно-орегионарной перфузии это является не системное лечение, это является локальной, локализованной системой. Это является локализованной формой саркомы и меланом конечностей. Таким образом улучшаем непосредственный результат непосредственной конечности и улучшаем качество жизни этого пациента. Я вот так решил и теперь разрешите перейти непосредственно к нашим результатам. Мы начинали свое исследование немножко раньше в 2004 году и мы в начале своего исследования поставили именно цель исследования, чтобы улучшить результаты лечения именно местно форм саркомы и тканей и меланом путем метода изолирной перфузии. То есть то, с чего я начинал свои сообщения. Мы поставили целый ряд задач исследований, которые я в дальнейшем покажу, что мы улучшили, то есть мы их всех поставленные задачи выполнили. Я тут привожу краткую историю развития метода конечности, потому что это очень сугубо, это очень локализован, скажем так, если выражаться, метод. И начинается он с 50-х годов, когда изобретены аппараты искусственного кровообращения и искусственные легкие, и затем набирают обороты. В 70-е годы изолирная перфузия была и в Советском Союзе, это две школы, это Московская школа профессора Трапезникова в Ленинграде, профессора Левина, и вершину изолирной перфузии это профессора Эгермонта в 2000-х годах, он является лидером в мировой практике лечебной. И дальше идут только изменения методик, разные группы исследователей, которые применяют различные комбинации препаратов, но общепринятые это мелфолан соизолированный с ТНФ-альфа. В нашей группе исследований было сарком мягких тканей 120, то есть 26 пациентов, 30 сарком мягких тканей и контрольная группа была 86. Я повернусь немножко так, значит при саркомах мягких тканей, значит у нас мужчин 10, то есть 38 процентов, 62 мужчин, а локализация по конечностям здесь они представлены. Меланома кожи у нас была, значит 108, вся группа контрольная, 54, 54 поднепоследственно пациентов. Также мы исполняли в индукционном режиме у 34 пациентов, в адевантном режиме 20 пациентов. Этапы я не буду останавливаться, потому что предыдущий докладчик о нем более подробно рассказал, равно как если оборудование у коллег было иностранного производства, это оборудование нашего российского производства. Схему я также пропущу, объемы, то есть дозировки также я пропущу. И мы в процессе вот своего исследования, мы в процессе проведения перфузии, мы забирали образцы перфузионного раствора из венозной крови и из раствора для определения парциального давления кислорода. Для чего это мы делали, потому что мы дальше определяли фармакокинетику препарата. Значит, непосредственные результаты, которые есть, регресс у нас отмечался 40%, стабилизация 27% и прогрессирование 20%. Клинический случай, это злокачественные фиброзные гистоломы, мягкие ткани бедра. И после проведения регресса 19% и у этого пациента операция закончилась калечащая операция, потому что сохранять сосудистый нервный пучок не представлялось возможным. Здесь же другой случай, где пациенты через 17 дней после перфузии и через месяц по окончании перфузии удалось сохранить конечность. Здесь, на данном клиническом случае, я хотел показать то, что я коллеге Гущину отвечал, это само о том, что здесь мы не преследовали цель о том, что опухоль у нас из таких вот огромных размеров занимает практически все бедро, а именно сопутствующие осложнения, это изязвление, распад, кровотечение и все прочее. И вот здесь видим, что через 7 дней после перфузии все эти явления, которые были, они у нас исчезли. Значит, здесь представлены данные именно ампутации из артикуляции, широкое иссечение. Я еще раз хочу сказать, что мы не отбирали пациентов по принципу размер до 5 см, 6 см и так далее. Именно принцип один был местный диссеминирный процесс здесь на месте и не захватывает другие регионы. Значит, при непосредственной результате перфузии у больных с меланомой кожи, я уже раньше, выше сказал, что частичный ответ 56% стабилизации 44%, а у 4 больных полная ликвидация негативных симптомов. Вот случай меланомы кожи, голени. Эта пациентка к нам пришла из другого лечебного учреждения, который до этого подвергалась многократному оперативному лечению. Видны многократные рубцы, многократные иссечения, как основного очага и транспортных метастазов, сателлитных метастазов. Это до начала перфузии. Это через 14 дней после перфузии. Значит, здесь первая перфузия, здесь была вторая перфузия. А здесь уже 2 года после выполнения изолирной региональной перфузии, мы видим здесь данных за рецидив, после выполнения полностью отсутствует. В связи с этим по меланомам я хочу сказать, что мы, когда, скажем так, опыт у нас уже был половины, 5 лет, мы пришли, я пришел к мнению, что один мелфолан при меланоме кожи работает плохо. И тогда я решил сочетать мелфолан вместе с космигеном. И здесь вот последняя картинка, здесь четвертый слайд, который есть, здесь сочетание мелфолан с космигеном. Здесь другой случай, также это до начала, также многократные операции, до начала это через 3 недели после перфузии. И здесь также до начала перфузии и через 3 недели после перфузии. Это пациенты, которые подвергались в адевантном режиме, затем после этого нам дало возможность адекватно иссекать все транспортные метастазы. Здесь другой клинический случай, также многократные операции, также после, до начала старт и здесь через месяц после перфузии. Здесь старт заболевания, здесь через 6 месяцев после проведения перфузии отсутствие рецидивных узлов. Значит, система токсичности, я также не остановлюсь, потому что предыдущий докладчик у нас сделал, равно как и гематологические осложнения. Мы определяли газовую концентрацию, то есть парциальное давление кислорода и углекислого газа в артериальной магистрали и венозной магистрали. Мы видим, что на начало перфузии парциальное давление кислорода в 5 раз выше по сравнению с системным кровотоком, а парциальное давление углекислого газа, оно ниже в 3-4 раза, чем в системном кровотоке. И здесь количество пациентов, которые мы у этих пациентов определяли, и, значит, при статистическом анализе также подтвердилось то, что я сказал выше. Теперь о фармакокинетике мелфолана в перфузии в растворе. Дело в том, что на начале исследования мы смотрели не просто концентрацию мелфолана, а концентрацию мелфолана мы в перфузате определяли при методике масс-спектрометрии. И видно, что на 5-й, 30-й и 60-й минуте мелфолан в чистом виде доходит до 3%. Весь основной мелфолан, он переходит в окислую группу. То есть, ди-гидрокси мелфолан. И минимальная концентрация 6,3 на 60-й минуте 0,82. Здесь также показана данная сравнительная оценка результата нормальных значений парциального давления кислорода и углекислого газа. И мы видим на слайде, что к концу 60-й минуты перфузии концентрация парциального давления кислорода становится в 3-4 раза ниже, чем в системном кровотоке. Что говорит о том, что проведение дальнейшей перфузии нецелесообразно, так как препарат не работает. Естественно, после 60-й минуты начинается следующий этап. Это отмывание раствора. Ну, это я уже говорил. Значит, динамика безрецидивной выживаемости у нас получилось, что средняя медиана выживаемости у нас 19% и время 60 месяцев. Значит, период наблюдения у нас за 10 лет, значит, медиана средняя по составу 23 месяца, живы 18 пациентов и умерло 36 пациентов, это при меланоме кожи конечностей. И при динамике безрецидивной выживаемости больных с меланомой конечностей, одногодичная выживаемость беспрогрессивно у нас составила 54, 2-х и 3-х летние 35 и 26 процентов. А при, значит, общей выживаемости у нас составила одногодичная 83, 2-х летние 46, 3-х 33 и 4-х летние 25 процентов. То на выводах я, позвольте не остановиться, потому что данные, которые я привел, они более чем говорят. И я хочу тут поделиться, я долго думал делиться, не делиться, но я решил поделиться сугубо чисто такими техническими приемами, которые мы пришли не сразу, а спустя где-то 6 лет после выполнения перфузии. Дело в том, что у пациентов с осложнениями постперфузионными один из осложнений, это гематологические осложнения, чаще всего это анемия. И мы задались вопросом, почему получается так, потому что получается, что у нас кровотечения нету, но тем не менее анемия есть. И мы когда исследовали, вот исследование парциальное давление кислорода и углекислого газа, параллельно провели гематологические исследования, а именно посмотрели гематологические мазки из системного кровотока и из перфузата. Также на 5, на 30, 60 минутах и гематологи заметили следующую особенность, что на 30 минуте эритроциты теряют свою форму, обычную свою форму, они принимают причудливую форму, мы их назвали рогатами. И естественно, дальше по отмывке конечностей, вся та кровь, которая есть, она уходит из конечностей. То есть это получается, если это нижние конечности, 25% практического ЦК уходит, и мы получаем вот такую анемию. И в связи с этим мы решили таким образом, значит, после канюлирования сосудов из кровотока локального, именно из конечностей, после его изоляции из системного кровотока, мы при помощи гемаконов забираем литр крови, который по окончании процедуры, то есть реинфузируем пациенту эту кровь обратно. Я в литературе не встречал этого приема, я вот действительно думал долго сказать, не сказать, но я все-таки решился, потому что если кто-то будет, пускай применяет этот прием. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Я думаю, прием отличный, и вам стоит опубликовать его. Во-вторых, вопрос, вы принимаете, применяете оксигенатор? Несомненно, несомненно. А сейчас я верну секунду. Сейчас, сейчас вернусь, вернусь. Да, это недолго. Вот он. Какая температура? Мы применяли в начале разные температуры, мы пришли к оптимальной температуре 41-43. Потому что температура ниже, она малоэффективна, выше, и вы сами понимаете, что это очревато осложнениями. И что вы думаете о минимальной инвазивной инвазивной инвазии? А дело в том, что вот недалее, как на прошлой неделе, была операция по иссечении обширного метастатического поражения верхней конечности, и при конюляции вены, то есть обратного тока не было. Стенки вены спадались, и мы тогда применили вот метод инфузии. Но я некорректно ответил на ваш вопрос, а именно то, что вы говорите, это применение инфузии при меланомах. Будь это бедро, конечно, то есть голень. Чаще всего это применяется для голени, потому что наиболее удобна катеризация под контролем УЗИ. Я думаю, это очень перспективный метод. Наша беда, вот беда имею в виду России, у нас ТНФ-Альфа зарегистрирован, но стоимость его такова, что мы не можем его закупить. А при Айлай ТНФ-Альфа не используется? Да, 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 космоген. Совершенно верно, но вот при сарковой мягкой ткани хотелось бы его иметь, потому что эффективность очень большая. У кого еще есть вопросы? Спасибо, Георгий Иванович. Спасибо. Продолжение следует...